Да, господа, вот мы опять в эфире. У нас просто настолько интересные беседы здесь идут на разные темы, что мне показалось, что эту беседу можно вам продемонстрировать вполне тоже. Только я уже забыл, о чем мы говорили, несмотря ни на что. Жуковский. В 80-е годы я постоянно ездил с мамой в пионерский лагерь в Евпатории, когда говорят о том, что Крым наш, Крым не наш. Мне всегда это не очень понятно, поскольку я провел в Евпатории, в Крыму, пять или шесть счастливых лет. Причем летом я там находился. Моя мама все время работала там на аккордеоне между сетьми пионерами. Я при ней как-то там существовал постоянно. И именно там мы познакомились с неким руководителем кружка авиамоделей. Позвали Леонард Вениаминович Мурычев. Он был очень огромный человек. Толстый, это к нему даже не подходит такое слово. Он был известный авиакакой-то деятель. Его преподавал в институте, в авиационном институте Жуковский. Как раз таки вот от его дома можно было через лесок прийти вот в этот институт, где он преподавал. Если ты представляешь себе вот эту дорогу, то где-то вот, может быть, ты вспомнишь. Потому что я не помню, называется точно. Вот. И мы подружились с этим Леонардом. Он стал ухаживать за моей мамой. Хотя, конечно, какие ухаживания. Он огромный был. И он неожиданно пригласил нас пожить у него в двухкомнатной квартире вот в этом пятиэтажном доме в Жуковском. И мы провели там, кажется, не знаю, года полтора, если не два. Я помню, что в Жуковском я смотрел фильм «Легенда о динозавре». И я вышел из сеанса и шел к дому через какой-то, значит, лес, бор, значит, где сосны. И мне вот эти вот сосны не беречь, что это голова какого-то динозавра. Вот. И мы жили, и Леонард Вениаминович ходил на работу, возвращался. Он каждый вечер выпивал бутылочку красного вина. Приходил в какое-то такое осоловелое состояние и мучил маму какими-то идиотскими разговорами. А для меня он выпилил необычайно искусный маленький ножичек такой с ингрустацией ПК. Я не знаю, у меня сохранился он или нет. Это надо искать в дальних коробках. Вот. Это такая история по-жуковски. И за одно про Крым, можно сказать. Вот. Жили мы в Жуковском какое-то время. И, в общем, маме было предложено выйти замуж. И мама отказалась, потому что он, конечно, был не ахти. Прямо, скажем, форма у него не очень была. И я приближаюсь к нему. И, да, и, в общем, как сказать. Я был хулиганистым ребенком. Я до сих пор им остался 50 лет, а все хулиганистый ребенок. Все глупости всякие делают. Бесконечные. Ну, знаете, кто не ошибается, тот не делает выводов. Правда? Вот. Леонард хотел какой-то семейственности. Но все закончилось тем, что, ну, во-первых, мама была не за, да, а во-вторых, я зачем-то на какой-то его книжке написал слово «ХА». Я в то время считал себя таким невероятным весельчайком. До сих пор, наверное, остался кем-то подобным. Вот. И вот написал «ХА» зачем-то на какой-то книжке. Ну, там, на белой странице, с задней стороны, за что мы были выгнаны с позором. Из Жуковского. Из Жуковского. И больше там никогда не были. Это к вопросу о Жуковском. Теперь там аэропорт. Да? Да. Прекрасный аэропорт, кстати. Он небольшой, но вот до всех, до большой, до этой большой хрени, ну, вот, которая наступила, регулярные рейсы. Израиль, Объединенные Арабские Минады, Италия, Нидерланды, ну, и Киргизия, Паджикистан, Паджикистан. Киргизия – это мы любим. У меня есть ролик с киргизом. Такой. Да. И даже когда готовили мы поездку в Голландию в сентябре, который тоже, естественно, замечательный Георгиевский фестиваль был. Там должен был 25-й юбилейный такой фестиваль. У нас должен был там концерт, который накрылся. Хотелось полететь из Жуковского. Из Жуковского. Из Жуковского, да. Да, я, знаете, я, например, последнее время перестал ездить с Апсаном в Петербург. Я полюбил, поскольку я живу на Соколе, мне близко Шереметьево. Я всегда очень прошу из Шереметьево в Шереметьево мне сделать самолет. И вот, например, 10-го числа я полечу на съемки к Настасии Хрущевой в Петербург для ее вот этой волшебной передачи для Союза композиторов. Что-то у нас Александр замолчался. Давайте расскажите, вы были, конечно, в Жуковском. Я ездил туда на концерты местного исполнителя Антона Макарова. Это что такое, Жуковская звезда? Ну, я думаю, да. Антон Макаров. В тот случай, когда ты библиотекарь, но стал заниматься музыкой. У него совершенно прекрасно «Роза и Орхидея». И там в перемешку как исполнение песен, композиций других авторов на английском, так и в перемешку со своими. Переход на русский. И ты не замечаешь, а где вот стилистика вот эта американская, а где вот действительно это его настолько все. А что за музыка-то? Рок. Ну, какой такой, тяжелый или средний? Средний. Средний. Арт? Ну, какой он? Софт-рок или авангардный, сложный? Да, только пошли разговоры про жанр для меня. Ну, я же легенда русского рока. Я записан на пластинке, если я правильно помню, вежливого отказа. И даже не на одной. А вежливый отказ, как известно, легенда русского рока. Да-да, простите, я перевел. Жуковский, Антон Макаров, обалдеть, рок. А в Жуковском, там, какой-то центр есть рок-музыки? Или он просто… Нет, конечно, просто он Артон Родин. А, естественно, у меня есть концерт в Тоннах. А, в Тоннах. Я обязательно загуглю сегодня Артону Макарову. Мне интересно. А, понятно. 16 тонн – это наше любимое место. Одно из многих. Да, я играл там много раз с свежим отказом. Хорошее место. Кстати говоря, вкусный вид, да? Сегодня столько рекламы мы сделали. А, реклама? Камера, 16 тонн. Здесь я должен сообщить, что я… Ну, для меня это родное. Да, как бы я работал в рекламном бизнесе порядка десяти лет. И я действительно люблю все рекламировать. Я рекламирую все. Постоянно. В общем, не только себя. Не подумайте. Я еще рекламирую, вот, например, Сашины фотографии, потому что они мне очень нравятся. Саша вообще выдается в какие-то ведущие. Фотографы такой, я бы сказал, сцены авангардно-альтернативные. Альтернативные. Как приятно узнать о себе что-то новое. Да, да. Это вбросает некоторую специализацию. Это занимание ниши определенное. И вполне заслуженное. Абсолютно. Да. Это очень хорошо. Да. Скоро можно будет выпустить какой-нибудь большой альбом с красивыми черно-белыми кадрами. На цветной обложке обязательно. Ну, обязательно. Немножечко цвета там буквально какой-то один фромет. Да. Ну, что ж. Нет, тогда уже раз мы начали говорить и рекламируют, потому что не все, кто сейчас смотрит, узнает. Пожалуйста, найдите Александр Панов. Панов. Александр Панов. Это прекрасные фотографии. Да. Ну, в общем, большинство моих последнего времени фотографий. У Алисы Тен, я так понимаю, тоже много ваших снегов. Ну, в общем, как бы, Александр, вас требуем. Все больше и больше. Слава тебе, Господи. Вот. Ну, что. Наш второй тестовый эфир мы тоже можем закончить и поболтаем, пока мы без вас. Спасибо большое. До свидания. Где вот теперь это выключить? А все. Остаемся. Не, вот завершить прямой эфир.